Вместе с сельским главой Юрий Поляков едет на улицу Школьную. Местная жительница Галина Наговицына была на приеме у Юрия Федоровича. С ней и разговор на месте. Посмотрел часть улиц. Отсыпано. Идет. Смотрю, отсыпано. Отсыпано. То есть работа планомерно движется. У нас разговор идет за вот эту улицу, да? Вот это. И все поперечные. Ямы. Ямы. Уже довольно давно не засыпались. Значит, Василь Савельев, я понял. Значит, в первую очередь вот здесь, боковые. Вы же жители, вы тут же живете. Вы тоже смотрите, что вы можете сделать. От бездорожья к освещению, газификации и другим важным темам. Юрий Федорович обращает внимание Василия Аппазиди. Сельский глава должен чаще встречаться с населением. Разъяснять, какая работа ведется на территории. Например, как найти компромисс, с одной стороны решая проблему экономии бюджетных средств, с другой – неосвещенности сельских улиц. Сейчас будем заниматься энергосбережением по городу. Будем снимать все кобры другие, светодиодные ставить. Ну, ставьте. А вот эти все кобры, их там, наверное, тысяча будет штук. Это такие квадратные? Нет, кобры вот. Обычные кобры. А, просто их кобры будут снимать? Будут снимать. Вот тогда у нас есть возможность их ставить. И в завершение выезда к вопросам более масштабным. Объездная дорога в Витязево сделана на две трети. В незаконченном состоянии стоит около 10 лет. В то же время новый автомобильный путь разгрузит и верхнюю дорогу, и Витязево. Возможность достроить будет найдена, заявил Юрий Поляков.